5 августа из Москвы стартовала колона байкеров. Их путь лежит через Ростов-на-Дону, Керчь, Симферополь, прямо в Севастополь. К мотопробегу может присоединиться любой желающий мотоциклист. А само долгожданное действие состоится традиционно на площадке у горы Гасфорта 8 и 9 августа. Сюда приедут байкеры даже из самых отдаленных уголков планеты. Ожидаются мотоциклисты из Австралии и Юара. Для гостей мотопраздника ночные волки готовят впечатляющую шоу-программу. На сцене выступят известные рок-группы «Пикник», «Ария», «Алиса», «Чичерина», «Ногу в свилок», «Гарик Сукачев» и многие другие. Наряду с традиционными концертами и конкурсами зрителей ждет яркий и зрелищный спектакль, включающий в себя набор трюковых, технических, музыкальных, видеолазерных эффектов. Своё мастерство продемонстрируют мировые звезды мотофристайла. «Они будут выпрыгивать в перекрестья, встречаясь друг с другом в воздухе. Там трамплины, кикеры у вас таким образом установлены, что это будут встречные прыжки. А у нас также точно будут мировые звезды стайн-райдинга». На байк-шоу в Севастополь планирует прибыть известный американский актер и режиссер Стивен Сигал. Но сюрприз в том, что выступит суперзнаменитость в неожиданном амплуа. Герой боевиков не будет ломать кирпичи, у него есть и другие таланты. Стивен Сигал будет исполнять песни вместе со своей блюзовой группой. Также 9 августа в рамках байк-шоу 2014 состоится крупный турнир по профессиональному боксу. Самым ожидаемым боем организаторы называют схватку 27-летнего российского спортсмена, чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в среднем весе Дмитрия Чудинова. Его соперником станет 32-летний француз Мехди Буадла по прозвищу «Храброе сердце». Дмитрий Чудинов рассказал, бой ожидается непростой, поэтому готовился он к нему тщательно. В рамках одного шоу с Дмитрием выступит его брат Фёдор Чудинов, который является лучшим российским боксером второго среднего веса до 76-2 килограммов. По словам организаторов, кульминации байк-шоу будет задействован Черноморский флот Российской Федерации. Будет непосредственно ещё участие именно в реконструкции событий последних лет, скажем так его назвали, которые будут входить в состав, ну как бы это всё будет в рамках кульминационной части программы. Там будет участие бронетехники, значит, мы там выбрали специально танк лёгкой брони, который использовался в событиях последних, последних там событиях новейшей истории, да. Вот, БТР, БТР, и там будет использоваться десант, который мы тоже, который мы включили в состав, в часть, в кульминационной части, говорю, программы. В этом году в байк-шоу «Красной нитью» будет проходить тема возвращения Крыма в состав России. Организаторы отмечают, что в программе будет много смысловых патриотических моментов, связанных с этим событием, встрепенувшим весь мир. Елена Карнухова, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».